Одна раба Божия такой вопрос задает. Меня смущает выражение, да убоится жена мужа своего. Что это значит, да убоится? Ну, мы вообще-то как-то касались. Это, я бы сейчас не стал второй раз отвечать, но это в том же контексте, той же проблемой, о которой мы говорили с Таней из Смоленска. Муж – глава прихода, который называется семья. Вот у нас в алтаре, когда дьякон прислуживает священнику, есть определенные ритуалы. Хотя перед Богом все люди равны. Но дьякон, он когда к кадилу подает, он даже целует руку священнику. Дьякон без священника, без его санкции, ничего не произносит. Благослови, владыка, и читайте Евангелие. Если два дьякон, то апостол. Все только по благослови. Он дьякон, отношение к священнику благоговейное. Вот это благовение и называется тем страхом, который должен испытывать. Поэтому вот та ситуация, когда теперешние женщины не являются помощниками своим супругам, а занимаются, ну там, ну чем угодно. Начинают с какой-то самореализации, кончая, ну как-то, ищут каких-то развлечений или самоукрашений. Вот, или некоторые до 95 хотят хорошо выглядеть на 30. Вот, ну, разные задачи ставят. То, конечно, такая общая ситуация создания домашней церкви, она как-то от внимания ускользает. Вообще такая задача не стоит. Поэтому и отношения разрушаются, потому что совсем разные роли, они не семейные. Потому что главная роль теперь в семье женщины, это не быть, а выглядеть. То есть такая чисто внешняя и в основном фальшивая. Потому что, ну, старые трещины, так сказать, замазываются. Не говоря лишь о том, что в некоторых странах вообще третья часть женщин прибегает к пластическому операции. Что-то увеличить, что-то уменьшить, что-то разгладить, что-то надуть. То есть вот эта забота. То есть все время хочет быть невестой, как минимум. А роль семьи нет, другая. Там мать, воспитатель и, ну, вот, помощник супругу. Ведь раньше как? Ну, вот, сто лет назад все население Руси, Руси 84%, было крестьянство. И так там роли так и распределялись. Муж, как самый сильный и как самый умный, он руководит всем делом. А жена ему помогает в каких-то более легких работах. А самое тяжелое у нас от этого осталось выражение – пахать. Хотя никто не пашет, но тяжелая работа называется пахать. Вот, он пашет. Это самое трудное. И дети уже с пяти лет начинают включаться в общий семейный труд. И проходят все операции, их более полутора тысяч крестьянских операций, они включаются в этот домашний труд. Сейчас это все разрушено. И даже как идея это не существует. Поэтому вот возникает такая проблема. То есть выражение «ты убоиться», наверное, можно понимать, как быть в послушании. Опять, это послушание вот не как солдат-командиру. Это послушание не как заключенный хозяину тюрьмы. Это послушание не как господин Иран. Нет. Это послушание любви. Как вот, ну, может быть, у епископа со своими священниками. Как у настоятеля со своими причетниками. Отношения, ну, вполне любовные и дружеские. Но, что касается службы, тут иерархическое послушание. Всем это как-то все понятно, и это естественно. И в этом есть особая такая красота. И необходимость. Особенно в семье. Почему? Потому что вот очень часто мама бьется над тем, что дети непослушны. В чем причина? Потому что она непослушна мужу. Любое его, ну, какое-то предложение к ней, а он тут же оспаривается, а иногда и подвергается астракизму. Дети на это смотрят. И те же самые модели используют поведение в отношении к матери. Потому что дети видели строй какой. Папа сказал, мама. С радостью. Это делают, как, ну, сказано в Писании. Жены, повинуйтесь мужьям, как Господу. Не как раба своему господину, а как Господу. Что это значит? Это значит, с радостью и любовью. Совершенно другая система ценностей возникает. Поэтому дети так же и подчиняются маме. А когда этого в семье нет между старшими, вообще в доме нет старшим. Вот такая псевдодемократия. Вот. Что возникает? Ребенок уже с трех лет. А почему я должен? Это же очень часто. А пусть он. Начинает это все оспаривать. А что идет? Это идет от взрослых. К сожалению, вот этим вирусом разрушение того, что заключено в слове доубоится, вот доубоится нарушить божественный строй жизни. Вот. Это отношение к мужу, как к Господу. Не как к господину. Там. А именно как к Господу. Это очень важно. Ну, это, конечно, идеал. Сейчас это настолько редко можно встретить, что когда с таким отношением между людьми сталкиваешься, просто замираешь в таком благоговейном восторге.